Приветствую вас, и обычно люди, когда живут в условиях тирании, то есть когда другая половинка или супруг ведут себя очень агрессивно, обычно люди думают, как с таким человеком справиться, как его поменять, как его переделать, как успокоить его, как сделать так, чтобы он не агрессировал, как сделать так, чтобы не было этих моментов. И вы знаете, когда происходит взрыв, когда происходит вот такое вот агрессивное поведение, тут нужно понимать, самое главное, что оно никогда не направлено на самого человека, то есть на вас. Ведь предположим, что вы действительно что-то неправильно делаете, предположим, что вы действительно обвиняете в чем-то своего мужчину, предположим, что вы действительно как-то ему создаете дискомфорт, и тогда, если человек достаточно уверен в себе, ага, тогда, если человек, ну, гармоничен, да, если человек не испытывает никаких проблем, комплексов и так далее, он, скорее всего, он, скорее всего, спокойно вам скажет, что ему не нравится, скорее всего, он как-то спокойно даст вам понять, что вот какой-то момент ему неприятен. Но подобный взрыв говорит о том, что ваши слова, они, условно говоря, задевают его. И вот именно потому, что они его задевают, можно говорить о том, что проблема-то заключается не в вас, а в нем. И этот конфликт в нем, вот эта вот конфликтная ситуация, да, она в нем всегда. Конфликт, он присутствует как бы незримо, постоянно с мужчиной. И вы, осознанно или неосознанно, в данном случае это не столь важно, данный конфликт запускается. И когда вы это делаете, то мужчина уже не осознает на самом деле то, насколько он далеко зашел. Мужчина понимает только одно, что ему неприятно, что ему вообще дискомфортно, что ему плохо, грубо говоря, ему плохо. И вот этот момент, момент, как бы, персонализации того, как ведет себя ваш муж, вам нужно понимать очень хорошо. И в первую очередь нужно определить саму вот эту вот структуру, саму суть, может быть, даже сердцевину конфликта. То есть что именно вызывает у мужчины такую вот реакцию, реакцию достаточно плохую, да, как мы уже могли заметить и так далее. А если реакцию вызывает какой-то определенный аспект в жизни, например, в жизни его или вашей жизни, то это одно. С этим, в принципе, можно как-то справиться. Но если вызывает подобная реакция группа ситуации, группа аспектов, то это уже очень серьезно. И в таком случае помочь вашему мужчине достаточно сложно, к сожалению. Потому что, ну, как правильно сказали мои коллеги, человек должен сам хотеть, в первую очередь, ну, оказать себе помощь. Если он этого не хочет, то и помочь ему никак нельзя. Но если вы сможете отстраниться от вот этого вот понимания того, что человек именно на вас проецирует, допустим, свои проблемы, да, если вы сможете отойти от понимания того, что мужчина именно вас пытается оскорбить, а будете осознавать тот факт, что, например, человек именно испытывает собственные проблемы, если вы это сможете сделать, тогда, думаю, с уверенностью можно сказать, что вы получаете шансы с этим человеком взаимодействовать. Другое дело, что, к чему я это привидел? Ведь, по сути, вы определенно не являетесь сколько-нибудь счастливы. И когда мужчина вот так себя ведет, ага, это значит, что на него нельзя положиться. И человек, как видите, обвиняет во всем вас. Человек считает, что именно вы виноваты в том, что произошло, в том, что происходит. Он ни в коем случае не признает своей вины. И это значит, что либо вы смиряетесь с тем, как он себя ведет, да, либо вы смиряетесь с этим, либо не миритесь, ну, тогда вам придется уже мужчине высказывать такую позицию, что, например, вы не собираетесь там мириться с его подобными там оскорблениями и прочим. В этом случае тут уже вам решат. Обычно мужчина, в силу своих устоявшихся норм, устоявшихся моделей поведения, обычно мужчина тяжело признает свою вину, тяжело признает тот факт, что именно он виновен в каких-то аспектах, именно он виновен в том, что с ним происходит. А это значит, что легче приложить вину на вас. Давайте подумаем, почему мужчина прикладывает вину именно на вас. Дело здесь, на самом деле, заключается в очень простом аспекте. Дело в том, что если мужчина признает факт своей вины, то есть вот признает наличие, допустим, наличие конфликта, своего конфликта, да, допустим, наличие у него проблем, то в этом случае ему придется полностью, скорее всего, переоценивать свои взгляды на жизнь, свои ценности, свои идеалы, стремления. Возможно, человеку придется пересматривать и свое поведение. А, скорее всего, еще придется и у вас, что главное, просить прощения. Просить прощения за все то, что он вам сделал. За всю ту боль, которую он вам, допустим, причинил. Соответственно, этого мужчина не хочет. Этого мужчина не может, вообще говоря, допустить даже. И отсюда несложно сделать вывод, что человек выбирает вот именно то, что ему легче. По сути, это эгоистичная позиция, по сути, это эгоистичное восприятие другого человека, любимого человека, по сути, это, эго, ну, не желание присопризнавать свой конфликт. И главный вопрос, который, ну, вот вы задаете, можно ли работать с таким случаем? Я бы здесь хотел у вас уточнить. Вы хотите работать с кем? С собой или с мужчиной? Чтобы работать с вами, в принципе, при уровне вашей осознанности, я думаю, все необходимые средства уже есть. Вы не хотите от него уходить, вы, судя по всему, хотите от него быть. Это ваш выбор, это ваше право. Мы не имеем никаких полномочий вас отговаривать от того, чтобы с этим мужчиной жить. Но я просто хочу вам, как бы, заметить, что если вы собираетесь с этим мужчиной жить, а он, скорее всего, позлится, покипятится и остынет, и вновь будет с вами, потому что, ну, прошли ли вы какое-то время. Да и он, я думаю, не настолько глупый, чтобы не понимать того факта, что вот вы его терпите, а другая женщина на вашем месте этого делать не будет. То есть, этот аспект, аспект вашего восприятия поведения мужа, я раскрыл, как, ну, человек, который желает вам помочь. Потому что мы можем это говорить с вами. То есть, нужно отходить от персонализации, от переноса на себя, поведения мужа. И все-таки понимать, что у человека, вот раз человек себя ведет так, значит, у него есть определенный дефицит, у него есть определенный внутренний конфликт, и он с этим конфликтом справиться не может. А в силу своей гордости и мужского самолюбия он и признать наличие этого самого конфликта так же не может. И поскольку признание внутреннего конфликта означает для мужчины слишком много последствий, последствий тяжелых, трудоемких, неприятных для него, то в таком случае, в таком случае, вам нужно просто остановиться на мысли о том, что ваш мужчина, ну, просто использует вас как средство для купирования или облегчения своего внутреннего противоречия. И все. Если вы сможете это понять, то сможете с ним быть. А потому что, ну, самого человека не поменять, как вам сказали мои коллеги. Если вы предпочитаете и хотите работать именно с ним самим, тогда главный вопрос. Главный вопрос, который вам нужно ему додать. Это вопрос, тяготится ли он своим таким наполнением реакции. Тяготится ли он тем, что он вот так бурно реагирует на вас. То есть, сказать ему о том, что вы не претендуете на правоту и как бы признать его правоту, это нужно обязательно. Скажите сразу, что да, я с тобой согласен, я вот прекрасно отдаю себя черту, что ты прав, но скажи мне, пожалуйста, вот тебе не тяжело, что вот каждый раз, он же помнит все свои случаи, когда он взрывался, да, вот, простите, вот тебе не тяжело вот так вот реагировать каждый раз на любую ссору? Ну, что, ссора, конфликт, спор между двумя людьми, мужем и женой, это нормально. В споре, как говорится, рождается истина. В споре люди притираются друг к другу, узнают, может быть, друг другу получатся и так далее. Но спросите его, не тяготит ли его такая реакция? Не тяжело ли ему самому испытывать такую реакцию? Именно мы сейчас говорим про форму. И вот если такая форма реакции его тяготит, то с этим можно работать. Если человек хочет избавиться от формы. Мы сейчас не говорим о том, чтобы взять, да, и переначать его восприятие. Например, сделать его из человека, который считает себя правым, да, превратить его в человека, который считает себя неправым. Понятно, что мы этого не хотим. Мы просто хотим, хотели бы облегчить его вот эту вот форму, слишком агрессивную, слишком такую вот тяжелую, да. Мы хотели бы, мы хотели бы ему в этом форму помочь. И без его желания это невозможно. Еще один немаловажный момент. Еще одно немаловажное средство, которое, честно говоря, вроде бы я затрагивал в начале своего ответа, но мне бы хотелось, на всякий случай, остановиться на нем поподробнее, чтобы вам было все-таки понятнее немного то, о чем идет речь. Помните, мы сначала говорим с вами о том, что вот мужчина может реагировать на ваши конкретные действия, да, и на группу действий. Так вот, а тут вот могут быть различные градации его реакции, да, но важно для вас, важно понять, вот до какого предела вы можете с ним разговаривать. То есть, когда есть стопроцентная уверенность в том, что мужчина будет спокойно на вас реагировать. Когда? Вот, когда? Можете ли вы, например, что-то обсуждать с ним, какой-то, я не знаю, там, какой-то фильм, например, да, или что-то еще? Можете ли вы с ним вести осмеченный диалог? Можете ли вы с ним спорить на какую-то абстрактную тему? Будет ли он в этом случае так же взрываться или нет? Если будет, то, значит, абсолютно любой спор воспринимается им как вызов себе. Так получается, что вы вообще спорить с ним не должны, да, и спокоен он только тогда, когда нет противоречия, нет сопротивления ему. В этом случае одно. Если же вы можете нормально разговаривать, нормально общаться, спорить по вопросам, которые его прямо не касаются, а которые, ну, являются какими-то абстрактными, отвлеченными, а взрываются только когда вопрос или тема непосредственно касается его, это уже совсем другое. То есть, в первом-то случае речь идет о просто самооценке человека, о его попытке постоянного самоутверждения за ваш счет. А на втором случае речь идет об определенном конфликте, то есть о том, о чем я говорил. И в зависимости от этих условий, от этих вариантов, вам нужно вот эту вот зону, максимальный порог, наивысший порог комфорта для себя обозначить, чтобы вы не заходили выше, чтобы вы сами не провоцировали его, в случае, если это именно внутренний конфликт. А вот в случае, если это просто попытка самоутверждения, то здесь может быть и момент на психическое заболевание, здесь может быть и протик, ну, как бы, вот, да, то, что мы говорили. И в этом случае вам будет очень тяжело с таким человеком жить. И здесь еще вам решат, либо вы будете жить в постоянном ожидании, что вот мужчина на ровном месте взорвется, либо вы решите от него уйти. Надеюсь, вам понятна моя мысль, надеюсь, я ответил на ваш вопрос наиболее полно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались какие-то вопросы, появились какие-то уточнения, напишите мне в личку, буду рад вам помочь. Ага, хочу отдельно сказать про дополнение. Я вот увидел, что вы дополнили, значит, свой ответ. Так вот, я хотел бы сказать, что дополнение видят далеко не все эксперты. И если у вас появится желание дополнить свой вопрос, то, пожалуйста, напишите именно тому эксперту, которому вы хотите озвучить это дополнение, чтобы он вам ответил. Потому что многие эксперты просто не видят того, что клиент дополняет свой вопрос. Что же касается, ну, вот сути вашего дополнения, что неблагополучная семья и прочее, то это все понятно. Это все понятно. Понятно, что ограничение вашего мужа, она не просто так появилась. Понятно, что она образовалась из чего-то. Но работать с ней можно только в том случае, если мужчина тяготится ею. Если ему не нравится, что он так реагирует. Об этом мы с вами уже говорили. Все это касается того, что мужчина творческий человек. То, что, знаете, никакое творчество не дает право мужчине так вести себя женщиной. Поэтому я думаю, что здесь вы его стараетесь оправдать. И простите меня, пожалуйста, но, может быть, вы зависимы от него. Но если вы чувствуете, что вы зависимы от этого мужчину, а зависимость проявляется как раз именно в том, что вы пытаетесь оправдать поведение человека, то тогда вам уже нужно самой избавляться от зависимости в отношениях, потому что ничего хорошего именно вам это не принесет. В принципе, на этом, думаю, можно закончить. Я желаю вам принять верное решение относительно того, что делать дальше, потому что вы можете выбрать эксперта и проработать с ним оставшиеся вопросы. Можете показать мою аудиозапись или ее часть своему мужу, если хотите. Ну, а можете просто собрать выжимку из всех рекомендаций, которые дадут вам эксперты, и внести коллективы в свое поведение. Решать вам, а я желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...